Всем доброго денёчка! Я нахожусь в Абхазии, посёлок Цандрипш, дом отдыха Псоу. И вот сейчас я хочу вас познакомить с этим местом, где можно очень хорошо отдохнуть. И вот здесь, через пропускной пункт, мы входим на территорию дома отдыха. Вот такая широкая аллея предстаёт перед нами. И сразу же впереди восьмиэтажное здание. Это основной корпус дома отдыха. По обеим сторонам расположен удивительнейший парк протяжённостью 17 гектаров. Раньше здесь отдыхали видные партийные деятели. Вот такие мощные кипарисы посажены и красавицы пальмы. Сейчас мы подходим прямо к парадному входу. Мимо этого фонтана пройти невозможно. Он создан по мотивам русской народной сказки «Лиса и журавль». Вечером, часов шести, он начинает функционировать. В этом парке очень любят резвиться чёрные белки. Если кто подписался на мой канал, то несколько видео я выложила. Можете посмотреть. Сейчас мы входим в просторный холл. Такого холла я нигде не видела. Хотя много отдыхаю везде. По потолку тянутся живые растения. Это фикус. Метров на пятьдесят точно. Вот мы подходим к его началу. Вот такой мощный ствол. Фикус привезён из Северной Америки. Дальше. Посмотрите, какие заросли бугенвилии. Живописный потолок. Бугенвилия свисает даже на стены. Я всегда видела её красную. А оказывается, у неё есть белые цветки. На каждую бугенвилию необходимо для полива десять ведер воды. Вот, посмотрите. Она привезена из Южной Америки. Просто невероятная красота. Мы плавно переходим в зимний сад. Вот это гигантские манстеры. Лист неимоверно огромной формы. Здесь есть бассейн, заполненный водой. Вы представляете, в холле живые пальмы. Этого мне никогда нигде не приходилось видеть. Вот эта пальма, она просто уже уперлась в потолок. Здесь тоже высокая пальма. А это камелия японская. Её привезли из Японии. В свободное время здесь можно поиграть в шашки. Посмотрите, каких огромных размеров шашки. Вот, массивная шашечка. Также можно поиграть в теннис. Есть зона отдыха. Вот такой диванчик. А по вечерам здесь раздаётся фортепиано-музыка. Кто-то из отдыхающих играет на фортепиано. Посмотрите на светильники. Они все из эпохи Советского Союза. Просторно. Очень хорошо здесь дышится. Сейчас зимний парк, зимний сад. Обойду с другой стороны. Для того, чтобы растения дышали, открыты форточки. А это огромное растение. Банан японский. Естественно, привезён из Японии. Посмотрите, какие огромные, приогромные листья. Мне кажется, метра два достигают они в длину. Далее плавно холл переходил в бассейн, который в настоящее время не функционирует. Очень жаль. Мы можем лишь подойти к стеклянной двери и прочитать только лишь правила пользования плавательным бассейном. Вот такой огромный дом отдыха в Солу принадлежал бывшим партийным работникам Советского Союза. Многие здесь отдыхали, подлечивали своё здоровье, но и наверняка были очень-очень довольны. Вы спросите, где находится этот дом отдыха? Отвечаю. Недалеко от границы Абхазия и Россия посёлок Цандрыпш. Море здесь в двух шагах. Море чистое. В холле подключен Wi-Fi. Вот стоимость размещения в доме отдыха в Солу в 2023 году. Можете потом крупным планом себе посмотреть. Здесь функционируют два лифта. Сюда можно зайти не более трёх человек за время проживания в доме отдыха. Никогда лифт не ломался. Всё было так, как положено. Я захожу в лифт и поднимаюсь на третий этаж. Лифт, как при Советском Союзе. Даже наверху точно такие же наши лампочки. Я выхожу на третий этаж. Вот такие ухоженные коридоры. Две зоны отдыха на этаже. Здесь есть диванчики. Кресло. Столик. Утюг. И из этой зоны отдыха можно плавно переходить на огромную лоджию. Посмотрите. Вот на столько метров она протянулась. Отсюда открываются виды. Именно на этот фонтанчик, с которым я вас изначально знакомила. В окружении сосен, кипарисов, эвкалиптов дышится легко и свободно. Нам дали номер на третьем этаже. Номер стандарт, двухместный, с душевой кабинкой, туалет, раковина, зеркало, шкаф, холодильник, два стакана, две прикроватные тумбочки, стол, две кровати, столик, телевизор, еще один столик, вещи еще не разобрали. И балкон. Посмотрите, какие виды из балкона. Море, кипарисы, пальмы. Вот такая красота открывается нашим узору. Сейчас я вам покажу, как далеко наш дом отдыха Псова находится от моря. Вот я выхожу с парадной двери и иду по аллейке. с обеих сторон растут деревья, цветы, вот такие скамеечки, оборудованные местами для курения и естественным ограждением от солнца. буквально несколько шагов я прошла, и вы видите, что там внутри уже синее от кромка моря. Дорожки бетонные, оставшиеся еще со времен Советского Союза. Вот уже показались первые кипарисы, а они как раз растут вдоль моря. Цветущие олеандры. Слышите, как шумит море. Вот буквально минутки полторы я прошла. в такой шаговой доступности необъятные морские просторы. По дорожке, выложенной крупным булыжником, я сейчас подойду к самой глади моря. Кто-то уже возвращается с утренней прогулки. Купаться сегодня с утра небезопасно. Волна. А кто-то еще только приходит сюда. Здесь был пирс. Даже, говорят, двухэтажный. А сейчас только остались железные столбы, которые уже местами проржавели. вот это наше морюшко. Пляж здесь галечный. Место, где мы остановились, видите, со всех сторон. Окруженное море горами, кипарисами, эвкалиптами. Конечно, все это требует ухода, вложения. Но мы приезжаем за морем, за солнцем, за позитивом. Поэтому на все это очень сильное внимание не обращаем. Море, конечно, чистейшее. Но думаю, что во второй половине дня волна поутихнет, и мы снова будем принимать водные процедуры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok